всем привет добро пожаловать на канал это утро что в ролике у меня началось в 4 50 утра пока я лежала в кровати посмотрела картинки оформления дивана в гостиной текстилем и решила как только стану отведу дочку детский шаг приступлю это выглядело все естественным образом как будто за мной ходит камера ну в общем что промежуточный результат все убрала со всех поверхностей вытряхнула покрывала подушечки сложила сейчас это нужно дело все пропылесосить я собирала постиранное белье и исчихалась потому что пыль видимо летит в нос что у нас на балконе на балконе два автокресла вот это должны забрать совита уже две недели либо уже три наверное дали мне предоплату и все никак они не могут забрать это кресло вот это кресло гадкина я вам показывала постирала коврик нужно просто отсюда убрать младшая доченька вчера рисовала у меня маркерами я следила я же следила за тем чтобы она закрывала их колпачками и она правда закрывала но все равно вот один у нас сбежал еще тряпочкой с мылом это все дело помою может быть отмой я вчера и зелитом брызгала и другими средствами пятновыводителями в общем вот вот кстати очень удачная расцветка у ковра потому что на нем тоже есть грязь вот это скорее всего пластилин уже здесь появился мусор но на нем вообще не видно если не присматриваться вот только когда я начинаю отжиматься я уже обращаю внимание что тут мусор тут где-то волосы так что нужно его пропылесосить диван пропылесосить и будем украшать девчонки мне недавно на обзор пришел как раз ручной пылесос лиц то я им уже пользовалась но вам еще не показывал поэтому заодно здесь и покажу что он из себя представляет во первых пылесос очень легкий и достаточно миниатюрный если хотите приучать своих детей к уборке для того чтобы они сами за собой крошки убирали волосы свои пылесосили то будет отличный вариант тем более ручка у него регулируется и в сложенном виде как раз ребенок с ним справиться а если этот самый ребенок спит уже вечером то можно закрыть дверь и спокойно пропылесосить в комнате потому что пылесос довольно тихий если сравнивать с моим обычным проводным пылесосом то мне кажется раза в три он пылесосит тише казалось бы коврик коротковорстные и мусора на нем практически нет ну вот посмотрите за одну уборку вот столько набралось мусора в контейнер далее для того чтобы пропылесосить диван я сняла основную трубу и надела насадку сразу к основной части пылесос помимо того что просто затягивает пыль он еще отбивает поверхность отбивает диван и конечно же пыли вылетает больше и уборка становится эффективнее аккумулятор достаточно мощный потому что я пропылесосила всю комнату диван и у меня убавилось всего десять процентов дополнительных пылесосу две насадки одна для щелей другая для мебели комбинированная ей будет также удобно пылесосить салон автомобиля ну либо такие места как например на моем диване разные изогнутые и небольшие по площади контейнер под мусор благодаря легкому движению руки отщелкивается можно сверху вытащить два фильтра и помыть контейнер при желании если просто нужно вытряхнуть то нажимаете оранжевую кнопку и крышечка открывается я показала сколько мусора собрал пылесос с одного дивана в комплекте идет приспособление для того чтобы закрепить пылесос на стене можно это сделать с помощью болтиков шурупчиков можно при помощи лейкой основы пылесос очень маневренный практически лежа можно пропылесосить под столами под диванами если ищете недорогой вариант хорошего ручного пылесоса то обратите внимание на этот бренд кстати бренд лиц то является частью корпорации сиоми для вашего удобства ссылку на листовый 9 я оставляю у себя в описании я тут еще с одну девочкой блогером алины бытовые болталки стала приучать себя засыпать раньше мы с ней обсуждали раньше youtube сейчас тему вышли за пределы ютуба что не может не радовать так вот засыпать то я стала раньше просыпаться соответственно тоже в этот день я встала в 450 смотрела разные картинки в пинтересте и посмотрела как красиво оформляют диван текстилем можно положить на диван два разных пледа и они не будут друг другу мешать так даже будет интереснее также предлагались маленькие подушки но так как маленьких у меня не было поэтому временно я решила положить какие есть большие диванные покупать нового пока ничего не хочется я все-таки пытаюсь совмещать минимализм с возможным уютом в нашей квартире и достала все что было в закромах как раз у меня был плед от ларидут точнее два пледа и один от любимого селька сейчас я парогенератором пытаюсь разгладить льняной плед конечно он полежал и такие заломы были достаточно серьезные парогенератор гораздо легче чем утюг разглаживает складки один плед берется за уголок и туда опускается за диван как видите такая легкая небрежность но в то же время она продумана плюс руками сделала складки и в оформлении дивана можно пользоваться двумя пледами один идет как декоративное покрытие ну и конечно же сидеть на нем можно а второй для того чтобы укрываться уже с практической точки зрения но льняное светлое покрывало не очень подходит именно для укрывания но в принципе сейчас лето конечно укрываться нам не нужно но тем не менее я очень хотела посмотреть как это выглядит в действии в жизни поэтому принесла плед другого цвета это тоже слори дуд и мне кажется на контрасте он смотрится поинтереснее пока я буду примерять и так и сяк и затем переглажу оставшееся белье хочу с вами поговорить вы мне задавали вопрос каких блогеров я смотрю если брать домашнюю бытовую тематику то я общаюсь с алины бытовой болталки естественно я ее смотрю также я общаюсь стане буднях поэтому тоже ее смотрю еще иногда смотрю будни минималиста и всегда смотрю жизнь минималисты но она очень редко стала выкладывать видео иногда смотрю ирину life из-за того что показывает простую жизнь далее олеся из краснодара я начала смотреть некоторые каналы из-за того что они размещают рекламу которую размещаю я и мне просто интересно как они преподносят эту рекламу то здесь даже больше идет насмотренность чем какой-то интерес поэтому все каналы перечислять не буду как я уже говорю это чисто профессиональная точка зрения дальше что мне нравится именно прям душевно я люблю смотреть всякие развивающие мотивационные ролики из зарубежных мне нравится мэтт давела мне нравится мами хами я смотрю канал заметки сознания ну это вообще прям молодой канал также сергей костенко недавно начала смотреть юлия и влива то есть психологи нейропсихологи валентина паевская а из домашних бытовых еще вспомнила что я смотрю просто белку самом деле я мало кого смотрю видимо из-за того что я сама блогер на youtube из-за того что я сама снимаю ролики во первых мнение когда если я нахожусь дома то я либо снимаю либо монтирую во вторых приедаешься контентом если честно который ты сам создаешь поэтому я вам говорила что у меня прям раздражает уютные видео там еще какие-то уборки хотя я снимаю то же самое мне хочется чтобы вы мои ролики смотрели самой мне хочется смотреть или слушать что-то вообще не по этой теме иногда смотрю ксению кам пропускаю ролики например про покупки про макияж такой мне не очень интересно белье на глажку решила не копить в кресло уже не скидывать а прибраться чтобы было все красиво немножко разобрать вот этот шкаф детский расхламиться и пока есть время это моя любая уборка тем более расхламление начинается с того что я все-все вытаскиваю из этого места но в данном случае и шкафа и все складываю на пол на верхнем ящике у нас лежали игры настольные я больше сейчас не покупаю потому что как дети будут в них играть зависит от меня то есть прежде чем играть мне нужно проявить инициативу мне нужно прочитать правила объяснить их всем участникам и только тогда мы начинаем сами понимаете не всегда есть желание и время этим заниматься нашла и линкин конверт с деньгами так сказать приучаем к финансовой грамотности все началось с того что нашли на улице 100 рублей я объяснила ты можешь их потратить сейчас на мороженку а можно накопить еще я дам папа даст каждую неделю ты можешь ждать от нас например каких-то денег и дальше уже накопить и купить то что ты действительно хочешь конечно ребенку эта идея понравилась и вот постепенно она копит иногда тратит но с тем не менее деньги у нее все равно есть но на самом деле хранить деньги наличка не очень удобно нам неудобно пополнять ее копилку потому что мы не носим бумажные деньги ей конечно же не удобно с ними ходить в магазин и она с налички не имеет никаких баллов и кэшбэков все-таки современный мир вносит свои коррективы и нужно будет идти в ногу со временем заводить ребенку свою карту и дочки исполняется через два дня шесть лет я хочу завести карту от тинькофф потому что сама им пользуюсь есть такая карта тинькофф джуниор она как раз для тех кому меньше 14 лет я посмотрела в преимуществах бесплатное обслуживание навсегда за любые покупки возвращается один процент баллами а за покупки в интернет магазинах два процента баллами и затем уже новые покупки в интернет магазинах либо столовые фастфуды рестораны могут компенсироваться этими баллами один балл равен одному рублю я хочу чтобы старшая дочка когда пошла через год в школу уже понимала что такое дебетовая карта как пользоваться деньгами что такое кэшбэк и уже понимала что такое ответственность за свои расходы у тинькофф джуниор есть свое отдельное приложение для того чтобы ребенок мог контролировать сколько он накопил сколько он потратил но тем не менее родители могут нести контроль с затратами ребенка ограничить определенный вид покупок или поставить лимит на расходы сейчас как раз проходит акция с 14 августа по 24 сентября при оформлении тинькофф джуниор после первой покупки по карте ребенку будет начислено 500 баллов я считаю что уже дошкольник и тем более школьник должен уметь пользоваться картой и иметь хотя бы элементарные представления что такое деньги откуда они вообще берутся как они копятся и конечно же как их нужно тратить если вы своему ребенку еще не заводили карту то можете оформить ее по моей ссылке я кстати сделаю то же самое и как обычно не одна моя какая-нибудь самая простая уборка безобидная не может не закончиться чем-то глобальным все началось того что я начала разбирать все таки пазлы если они все в куче естественно дети там сами не разберут при сильном сильном желании которого у них нет если они собраны по коробочкам то тогда да можно дотянуть его собирать и с другой стороны я поняла что пазлов у нас предостаточно и мне захотелось убрать часть игрушек куда-нибудь в кладовку но у меня не было подходящих емкости не коробок не контейнеров поэтому я побежала фикс прайс здесь я просто вам хотела показать смотрите какой миленький столик есть деревянный есть пластиковый посмотрела повертела поняла что для детей пока нет деревянные не изрисуют пластиковые в принципе нет смысла и я набрала на 3000 несколько коробов у меня будет пересортировка я обязательно это покажу но в следующем видео часть игрушек я все-таки убрала на хранение вот в эти короба и вообще удивляюсь почему я не сделала этого раньше не прокомментировала что я льняной плед в итоге положила также уголком на кресло и мне очень захотелось какой-то декор на комод но так как декор я не люблю а временно покупать тоже нет смысла поэтому купили мы сходили с агатой у бабушки на рынке живые цветы по моему получилось очень миленько ну и показываю вам результат получается из доступных средств из того что было в доме все равно как-то удалось преобразить немножко гостиную если фантазии как у меня нет то конечно на помощь придут картинки из интернета может быть какие-то гайды сайты и тот же пинтерест поделитесь своим впечатлением и немного ли текстиля потому что тюль шторы и аж три пледа все в одной комнате и еще я не помню точно от кого и в каком месте но в общем-то мне приходил вопрос как я занимаюсь со своей дочкой именно с младшей трехлетней вот честно почему-то основное внимание на развитие уделяется именно старшей дочке вот сейчас она у бабушки пока и я от нее отстала а так тоже все время что нибудь считаем считаем какие-то поделки я и покупаю для того чтобы она делала а младшая вроде как растет и хорошо но когда старшая была в таком же возрасте то есть я считала что ее нужно тоже вовсю уже чем-то занимать частенько сама себе об этом напоминаю и каждый вечер хоть немножко но мы с младшей дочкой тоже занимаемся последний раз купили вот такой журнал с наклейками купила фикс прайс обратите внимание и вот уже три дня мы с ней три вечера точнее минут по 40 сидим эти наклейки клеим переклеиваем книжка очень хорошая в общем как все лепим рисуем собираем пазлы и очень много гуляем до поехали с тобой поехала за грибами и в конце ролика приглашаю вас с собой в лес хочу показать нашу поездку наши южноуральские леса повод был посмотреть если в лесу грибы но на самом деле мы просто наслаждались природой и гуляли какой он большой хорош смотрите какая большая у него ножка ага вот ну положи кинула спасибо пожалуй я не могу пока и сесть падаешь ой вот она вот сюда выпрыгнула говорит мне кажется знаете у дочки получился как будто какой-то контактный зоопарк поход в этот зоопарк потому что и птичек посмотрели и пауков и муравьев всяких разных и лягушка и даже ящерки и бабочек поразглядывал на цветочках и съела дикую вишню и немножко костяники поэтому как-то летом такого яркого активного развития именно в домашних условиях с развивашками у нас нет я забираю из садика мы очень много гуляем парки лес озеро природа иногда даже игровые комнаты старшей дочке звоню говорю ты по дому-то соскучилась она говорит но я не знаю но наверное я соскучилась но бабушки еще не нагостилась вот скоро мы заберем как раз перед днем рождения и даже знаете как-то немножко обидно что ребенок не хочет домой думаешь что ли дома так скучно то ли строго то ли просто у бабушки хорошо и быть только одно и все внимание получать только для себя что нужно терпко терпко ох костяника тоже ой вкусная ягода иди мама ягодки вкусные тасса листочек не ешь а ягодку бери ешь вкусная вкусная а ты ешь насчет вишни не отошло ты выплюнишь вишенку на эти так ты носом тату они добрый у нас дед конечно но на самом деле добрый потому что на обратном пути дочка говорит я хочу на озеро естественно сейчас вода уже остыла если бы мы с мужем сказали какое озеро сейчас холодно то дед говорит конечно поехали и даже постояли на берегу помочили ноги в резиновых сапогах за нами собака наблюдала я только потом ее увидела посмотрели на уточек и ребенку какая благодать даже нам взрослым просто делать какие-то спонтанные поездки поступки будет очень полезно на этом я заканчиваю свой ролик я надеюсь что он вам понравился большое спасибо за внимание увидимся с вами в следующем видео и пока пока